Проиграл, задонатил. Сегодня я буду проходить новую классную оби-карту в Роблоксе, которая называется Оби, но вы проходите за морфов. И как вы, наверное, заметили, сейчас я играю за червяка. Да, я червяк. Моя жизнь червяка начинается прямо здесь. Смотрите, как я умею, да? Дрык, дрык. Ну что ж, напомню вам правила этого челленджа. За каждое поражение я буду донатить разработчикам этой игры. Это у нас, кстати говоря, очень необычная карта, ведь мы с вами играем за петов, за питомцев, представляете? И мы можем с вами трансформироваться в червяка, паука, курицу, кенгуру и медведя. Интересно, что умеет медведь? Я так понял, червяк это для вот таких вот маленьких пространств, но вот медведь для чего? Ух ты, нифига себе! Смотрите, как я прыгаю, нифига себе, я просто за один клик перепрыгиваю через все эти барьеры. И собираем с вами следующий чекпоинт, сейчас мне нужно будет стать медведем. Если вы любите обе карты в Роблоксе, обязательно поставьте лайк под этим видосом. Трансформируемся с вами в паука и карабкаемся по стене. По-моему, здесь можно все уровни проходить за паука. Мне кажется, вполне такое возможно. Перевращаемся в курицу, это же чисто майнкрафтовская курица, да? Чикен, как говорится. Полетели! Слушайте, а у этой курицы эффект парашюта, это достаточно прикольно. Так, мы здесь с вами опять немного все это дело перепрыгиваем. Ага, здесь нужно стать червяком и проползти. Если честно, я пока что не понимаю, как здесь можно проиграть вообще, как можно проиграть в этом челлендже. Ооо, смотрите-ка, здесь исчезают вот эти вот лесенки. Так, давайте мы с вами запаркурим, посмотрим, что умеет делать кенгуру. Прик-скок! И еще раз, прик-скок! Да ладно, ребята, здесь можно просто все уровни проходить вот за этого кенгуру. Ладно, нам предлагают стать червяком. Давайте мы с вами будем играть по правилам, по правилам этой обе карты. Ведь мы с вами также выполняем челлендж. Это важно, соблюдать все правила. Итак, здесь нам нужно закарабкаться повыше, и я сразу долетаю до чекпоинта. Блин, капец, здесь то за червяка, то за кенгуру. За курицу хочется поиграть, за курицу! Потому что я очень уважаю Майнкрафт. Майнкрафт просто легендарная игра. Не знаю, как я дошел до Майнкрафта здесь. Вот интересно, могу ли я здесь за кенгуру? Да, я могу здесь пройти за кенгуру, но нет. Мне нужно стать медведем и сломать все эти стены. Затем превратиться в паука и закарабкаться. Хотя я все это мог сделать за морфо-кенгуру. Просто превратиться в кенгуру, сделать двойной прыжок. Вот, типа, вот такой. Сейчас, смотри. Опа! Двойной прыжок, да? Неожиданно. Давай, здесь нужно выбрать чикина и попрыгать вот по этим блокам. Все, проходим по правилам. Хотя нет. К черту эти правила! Я сразу долетел до чекпоинта. Сколько здесь стоит этот джетпак? Ну-ка, 150 робуксов. Но, кстати говоря, это достаточно недорого. Кстати, досмотрите этот ролик до конца. И в конце этого видео скажите мне, сколько робуксов я потратил за все это видео? Как жаль, что здесь всего лишь 50 уровней. О-о-о! То есть, получается, 1 треть уровня я прошел. Ну, что-то как-то слишком быстро. Вам так не кажется? Как-то слишком просто. Ой. Там нужно добраться до сортира. А потом, типа, смыться вниз. Хе-хе-хе. Что-то я не понял этого прикола. Так, выбирай курочку. И прыгай вот по этим вот платформам. Аккуратно. Не дотрагивайся до этих красных лазеров. Иначе тебе выщипают перья. Превращаемся с вами в кенгуру. И давайте-ка, давайте-ка поднялись наверх. Здесь мы опять же продолжаем играть за кенгуру. Ты, елки-ты. А-а-а! Что, блин? А-а! Почему он так плохо прыгает на этой штуке? Капец, я почти всю лестницу уничтожил, а? Кого вы больше любите? Червяка, паука, курицу, кенгуру или медведя? Напишите в комменты. Здесь нужно нам просто аккуратненько сделать двойной прыжок. И... А, кстати, здесь, наверное, можно было даже за паука пройти. Блин, я все уровни буду... А-а-а! Ладно, я чуть не упал вниз. Это была паста... А-а-а! О-о-о! Нифига себе! Я просто ополз всю эту платформу. Хе-хе-хе-хе-хе. Это гениально. Так, здесь нужно сыграть нам за курицу. Больше нам никаких подсказок не дают. Но здесь они, я думаю, и не нужны. Потому что эта игра очень и очень простая. Кстати, могу сейчас себе усложнить этот челлендж. Сейчас я прыгну здесь вниз и просто буду облетать всю эту горочку. Смотрите, как я прыгаю по небу, а? Прыг-скок! Прыг-скок! Кто смотрел Баксбани, ставит лайк под этим видосом. Так, давайте, прощаюсь паука. Мы с вами доходим до этого чекпоинта. А-а, что здесь? Здесь у нас исчезают платформы. Нет, здесь у нас никакие платформы не исчезают. Здесь можно было все пройти за паучка. Я паучок! Именно так начал появляться Спайдермен. Да, изначально он был пауком, а потом он уже стал Человеком-пауком. Эволюция, сами понимаете. Десятки миллионов лет эволюции, гены, евгены. Что-то мне подсказывает, что разработчик этой карты изначально сделал обычную обе-карту. А потом уже решил добавить сюда модельки с питомцами. Потому что это реально выглядит так, что карта просто самая обычная, но модернизированная. То есть, когда он добавил эти модельки с питомцами, он уже потом начал ее доделывать до конца, эту игрульку. Вот в чем здесь сложность? Типа не врезаться в столб за Червяка? Я бы хотел себе взять такой скин навсегда в Роблоксе. Червяк поздь, а? О, вот получится ли здесь у меня запрыгнуть за Кенгуру? Ну, по идее, с двойными прыжками вообще изи. Как, кстати, я это делал? Ох ты! Вы-то видели? Текстура моего Кенгуру отталкивается от своих же ног, вы поняли? То есть, если прям быстро прокликать, то он сделает двойной прыжок, потому что он отпрыгивает от своих же ног. Как бы это странно ни звучало. Ладно, я знаю, что это странно звучит. Один плюс один. Эээ, непонятно, одиннадцать, конечно. Да ладно, два-два, будем правильно отвечать. Пока что я еще ни разу не проиграл. Хе-хе-хе. Ладно, если я проиграю хоть один раз, то ты дай, я задоначу максимальное количество робуксов. Точнее, максимальный донат. О, здесь есть какое-то бесплатное вращение. Здесь можно выбить себе скин на персонажа. Я всего лишь один раз пройду эту обе карту. Зачем мне какие-то другие скины? Ну ладно, почему бы и нет? Раз бесплатно, нам выпадает червяк. И что, я типа могу его как-то кастомизировать? Да, я его кастомизировал. Теперь я стал полосатым червяком. Так, ну-ка, здесь, наверное, лучше играть за Кенгуру, а то нифига за червяка не видно. Так, 0 умножить на 0. Ну, конечно же, 10. Ладно, 0. 1000 минус 999 это единичка у нас. 9 плюс 10 это 19. И все, все математические уровни закончились. Было бы странно, если бы там были какие-нибудь примеры из физики или что-то в этом духе. Представьте, квадратный корень из 256. Ну-ка, попробуй первоклассник ответить мне, пожалуйста. Вряд ли ты знаешь ответ на этот вопрос. А вот я тоже не знаю. Буду здесь паркурить за курицей. Просто зажимаем кнопку, поднимаемся. Кстати, курица всего лишь до одного блока дотрагивается. И поэтому, наверное, лучше проходить за курицу. Так, немного безопаснее. Ведь мы с вами не собираемся тратить робуксы на протяжении всего этого ролика. Это будет первый челлендж, который я прошел без единого поражения. Что я должен сделать? Я, типа, должен обойти все эти вкусняшки. А так хотелось бы их собрать. Прыгай в рот этому гиганту. Придется. Полетели. Не дотрагиваемся до этих красных платформ. Играем с вами за курицу. Блин, я отлично все облетаю. Нифига себе. Если бы я играл за кенгуру, то я бы, наверное, уже погиб бы. Потому что она слишком большая. Здесь, конечно, лучше играть за более маленького морфа. Итак, 31 уровень. Ох, щи-и-и-и-и-щ. Что ты пытался сделать? А, ты пытался туда перепрыгнуть. Ладно, я смогу. Не-е-е! Народ на песте-то! Блинский! Ну и на что мне теперь здесь донатить? Уничтожить всех. 99 робуксов. Не, скоростные кроссовки 99. 169 летающий ковер самолет 600 робоксов я обещал сданатить на самую дорогую покупку надеюсь невидимость стоит дешевле да отлично я вас не обманул мне на самом деле нравится как здесь выглядит графоний потому что на обычных блин вот это нормально так сливается а чуть было не заметил опять бы улетел вниз и еще бы пришлось бы покупать еще один ковер самолет зачем мне два ковра самолета летать сразу на 2 как здесь нужно проходить за курицу тут нужно вот так вот быстренько бежать ага поверху это пожалуй один из самых простейших уровней блин здесь все уровни реально такие простые я честно думал что это уби карта будет намного тяжелее например как уби карта с велосипедами но она же реально была крутая я знаю что вам понравился предыдущий видос по прохождению уби карт поэтому я решил пройти эту уби карту теперь угадай так зеленый или красный давай зеленый а я подсматривал за другим чуваком здесь красный не красный так почему же ты стоял возле красного ты обманщик а ух ты вонючий так ладно не смотрю не подсматриваю он прошел дальше через зеленую я это видел но сейчас я должен опять задонатить давайте на джампак почему бы и нет 150 робоксов всего это стоит покупаем с вами джампак минус еще один донатик курица на джетпаке так а паук также может высоко блин вы представляете что я сейчас могу с кенгуру то сделать лишь могу это просто перепрыгнуть ладно нет по правилам убираем с вами джетпак так лево либо право два раза через зеленую прошли здесь будет не красная это же нелогично красные кроссовки за 99 робоксов эта игра собирается меня обанкротить робокс это у меня не прибавляются сами понимаете так снимаем кроссовки а вот здесь то будет красная почему не красная то ничего нужно было все время через зеленую проходить кто это придумал покажите мне разработчик этой игры я дам ему леща так я купил еще невидимость счета как-то не слишком невидимый я просто стал золотым кенгуру ладно зеленые 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 еще раз зеленый вау нифига себе но мы с вами уже купили все что могли дальше если мы с вами проиграем нам придется донатить на уничтожение всех игроков это стоит тоже недорого здесь выбирай червя и ползи по канализации вонючка понятно будешь склизки вонючий червя блин у меня лицо зеленая так 37 уровень здесь за медведя сыграем блин как мне нравится когда он крушит эти стены это реально выглядит прикольно а так чё серьезно я могу просто все разламывать здесь пригодится нам курочка полетели тридцать девятый уровень серьезно четыре раза умудрился проиграть на эту обе карте мне если честно даже немного стыдно скажу вам наверное многие мои подписчики которые быстро спидранят обе карты сейчас такие на меня смотрят с фейспалмами и таких ладно позе удаляй канал на ютюбе пожалуйста просто удали его чтобы мы всего этого не видели позора а я вам скажу нет я человек паук человека паука не остановить если человека паука удалить о человечество будет в опасности как же без веселых видосов по roblox это и так становимся опять червяком давайте проползаем через ладно я здесь пройду за кингуру серьезно типа ползти через крокодила червяк по моему здесь самое бесполезное здесь для всего есть кенгуру вообще для всего для каждого уровня я обещал проходить по правилам но я не могу это какой-то кринж честно вам скажу оба побежали 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 что-то исчезает не здесь тоже ничего не исчезает кстати такой достаточно залипательный эффект если стреть в сторону кажется как будто бы эта штука вращается как здесь то быть нужно угадать платформу ну-ка давай проверим по старинке не так не получится они текстурированные у нас левая или правая палочка твикс я выбираю левую палочку твикс ладно я угадал эта штука исчезла может быть здесь и вовсе не важно какой цвет выбирать давай попробуем зеленый красный да надо было бежать по красному хорошо главное успевать здесь быстро перепрыгнуть попа опять бесплатное вращение ну что ж сейчас мне выпадет мифик шанс один процент мифический скин на кого же опять червяк зеленый господи какой кринж меня хотят заставить играть за червяка но я этого делать не буду 46 уровень так медведь настало твое время разноси это все ребят нас отделяет три уровня от полного прохождения этой карты так за кого здесь наверное лучше а я не погиб у меня всего лишь жизни снеслись ладно здесь наверное лучше за курицу сразу через две можно перепрыгивать да это потому что она умеет летать ну как бы нет курица не умеет летать кто стрелал побег из курятника тот меня поймет здесь наверно тоже можно было бы за кенгуру просто запрыгнуть вверх на эти платформы но не интересно давайте мы с вами за курицу попытаемся пройти этот лабиринт правило левой руки идем с вами по левой стороне и проходим серьезно здесь два выхода было из лабиринта вы чё сейчас блин серьезно это же даже не лабиринт лабиринт тут должна быть какая-то головоломка какие-то тупики по-моему разработчики этой карты реально поленились и доработать до самого конца 49 уровней так 98 процентов пройдено супер слайд вниз нет я не хочу в толчок я не хочу в толчок я лучше постою здесь даже не знаю ладно падай вниз и все игра пройдена вы серьезно здесь какой-то чувак играл в эту игру 23 часа 30 минут ребят хит 330 тысяч я уверен что это какой-то ютюбер так и что что дальше а давайте еще раз повращаем это колесо потому что мы с вами прошли этот уровень и нам выпадает зеленая кенгуру просто вау просто супер даже не знаю что мне это даст вот кстати говоря финиш этой карты а вот респаван то есть по идее мы можем заново сейчас залететь до сортира и опять телепортироваться туда и нам это зачитает как победу а может быть и нет так я долетел до спавна превращаемся в паука падаем падаем опять курица и опять паук я вернулся ну а сейчас мы с вами поиграем в тролль обе да да это та самая игра которая будет вас троллить и которую просто невозможно пройти а если вы сможете его пройти то скорее всего вы потеряете все свои нервные клетки так окей я собрал второй чекпоинт что же это за комната такая мне эта комната совершенно не нравится мне кажется что здесь есть какая-то обманка здесь у нас невидимый лабиринт вот оно что так я уперся в какое-то стекло и прыгнуть я здесь не могу ага смотрите так 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 и вот же выход так как же до него добраться то он прямо передо мной о отлично эй кто за прикол как это вообще понимать по моему я уперся в какую-то невидимую стену и нигде перепрыгнуть я не могу честно не понимаю как здесь пройти может быть как-то боком получится проползти нет не получается может быть надо чтобы кто-то нам помог запаркурить да сейчас просто перепаркурим это пропустить стадию бесплатно окей я не смог решить это уравнение о надо же невидимый мост просто замечательно оба так что здесь написано спам прыжок а нам нужно просто прыгать просто спамить прыжком и все да подсказка нам помогла за достижение 25 стадии вы были награждены следующим предметом белая шляпа мне дали белую шляпу нужно вернуться обратно что за фигня куда я телепортировался верните меня обратно фух слава богу так здесь тоже судя по всему нам нужно будет спамить прыжком здесь платформа находится в воздухе и поэтому мы смотрим с вами на платформы которые находятся внизу и вуаля чекпоинт просто пройди по этой линии не я пойду слева ладно я пойду справа ладно я по окей в любой непонятной ситуации просто зажимаясь вам прыжок и вот же чекпоинт и фугу как мне далеко отпульнула подожди 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 вот же почему не могу пройти здесь невидимая стена мне какая-то мешает мне это совершенно не нравится скажу я вам это выглядит так будто бы это туре не проходим и пока пока ах ты елы-палы что же вы сразу-то не сказали что здесь есть вот эти вот невидимые платформы блин сверху вниз проходить обе карту не очень-то приятно скажу вам честно но так знаете немного непривычно немного непривычно все отлично пройдено здесь нужно перепрыгнуть через эти штуки дуэт прекрасно понимаю что это не так работает может быть как-то обойти а вот так серьезно вау просто по стене нужно было пройти а теперь паркур до следующего чекпоинта и почему так на расслабоне это прохожу как будто вы здесь сейчас быть невидимая стена нет серьезно здесь не было никакого подвоха невидимая платформа точнее прозрачная платформа что я только что сделал как я это делаю я не знаю как я это прошел я просто спавил кнопку прыжок здесь наверное тоже самое нужно сделать или же здесь будет сейчас какой-то выступ а я упал вниз прям под эту штуковину так упа по-моему я собрал чекпоинт нет я его не собрал надо как-то забраться вот отсюда сколько там еще уровне их еще миллиард эта штука прибила помогите что если я поднимусь на нее просто у уа хохохохоу блин это офигенно я просто запрыгнул внутрь блока и катаюсь до нем это максимально было просто хорошо это было хотя бы понятно выберите реальную кпп контрольную точку да вот она там дальше на нее стрелочка показывает это была ваша главная ошибка вы сразу что это был за скример неожиданный мне мешает стена нужно нажать на кнопку с обратной стороны но это какая-то знаете простейшая обе карта скажу вам честно могло быть в тысячу раз хуже но это же все-таки тролль обе вы же сами понимаете о чем идет речь ведь как я прохожу вот так вот я на грани я на грани своей гибели блинский терпение 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 вот так вот камеру повернули все дошел до чикпоинта главное было терпение всего лишь не торопиться там невидимая стена да там невидимая стена была или что чем я цепляюсь то вообще чем это невозможно перепрыгнуть елы-палы я уже тысячу смертей себе заработал если я это проходил на донат то мне кажется я бы уже давно проиграл а типа ты тут пройти просто так не можешь и нужно прыгнуть вот сюда или пойти по левой стороне или может быть закарабкаться по стене да тут же была невидимая лестница как я сразу до этого не догадался так а тут что нужно делать я погиб а здесь был телефон понятно а тут что а черным блоком нужно прыгать нет даже близко к ним не подойти даже прыгать через них нельзя может просто так идти вперед да это же логично ухты какая рожата так он следит за мной он следит за мной он следит за мной своими глазами а также следит за теми кто не поставил лайк под этим видео